Привет всем! С вами Алексей Кравченко, основатель Академии консалтингового бизнеса и наша уже традиционная рубрика BCA News. Судя по вашей реакции на наши новости, за что вам, конечно же, огромное спасибо, эта рубрика является важной и нужной. А потому мы продолжаем разговор о том, что волнует каждого. А вы, пожалуйста, не забывайте делиться ссылками на наши выпуски со своими друзьями, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Итак, поехали! Новость номер один об очередной реформе ЖКХ и тарифах на коммуналку. И тут мы поговорим о целых двух зеленых законодательных инициативах. Начнем с проекта закона 36.13. Законопроект подан депутатами от партии «Слуга народа» и прошел все этапы согласования в профильном комитете Верховной Рады по вопросам соцполитики. Напомню, что возглавляет этот комитет любимица ФОПов и семей с детьми низкого качества. Об этом мы говорили в нашем прошлом выпуске. Ссылка вверху видео. Госпожа Галина Третьякова. Его потребно стерилизовать. Кстати, на этом фото она показывает украинцам, как все-таки правильно носить маски в период пандемии. Итак, что же предлагается в законопроекте 36.13? Прежде всего, это обязательная реструктуризация долгов по коммунальным платежам. Договор о реструктуризации долга может быть заключен на 60 месяцев. Счет за коммуналку будет включать в себя текущую оплату коммунальных услуг плюс ежемесячный платеж по договору о реструктуризации долга. В сумме оба платежа не должны превышать 25% от дохода работающих граждан и 20% от пенсии или другой социальной выплаты. Но подписать такой договор можно и сейчас, скажете вы. Да, но принципиальным является другой момент. Сейчас подписывать или не подписывать договор решает плательщик. В случае, если от такого договора он отказывается, коммунальщикам ничего не остается, как идти в суд с исковым заявлением. Но, как вы, коллеги-юристы, уже знаете, судебное рассмотрение дела, во-первых, может растянуться на несколько месяцев, а то и лет, а во-вторых, суд может встать на сторону должника, если тот предоставит весомое доказательство того, что долги по коммуналке насчитаны неправильно. Если законопроект 36.13 примут, такой договор становится обязательным. И подписав его, потребитель фактически признает свой долг перед коммунальной службой. А это значит, что оспорить его размер в суде будет уже невозможно. Кроме того, договором предусматривается реструктуризация всей суммы долга, тогда как без договора по суду коммунальщики могут взыскать задолженность только за последние три года. Таков, как вы все помните, срок исковой давности, предусмотренный Гражданским кодексом Украины. Это первый момент. Второй момент. Если потребитель согласен заключить договор о реструктуризации, но не согласен с суммой своего долга, то это ему придется теперь обращаться в суд. А значит, все судебные издержки лягут на его плечи, а не на плечи коммунальных служб, если бы такой иск подавался по их инициативе. Кстати, и на этот случай в законопроекте 36.13 предусмотрены изменения. Они теперь касаются освобождения коммунальщиков от обязанности уплаты судебного сбора при подаче искового заявления в суд. На практике же это может означать, что суды будут буквально завалены необоснованными исковыми заявлениями от коммунальных служб с наспех составленными расчетами. А время доказывания теперь необоснованности всех этих цифр фактически ляжет на плечи потребителей услуг. Ёханый бабай! Лена! Законопроект 36.13 вводит новые штрафы для потребителей. Сегодня существует пеня в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Но если этот закон будет принят, то к пене добавятся еще и штрафы, которые будут зависеть от того, как долго потребитель не платил за услуги. Больше одного года плюс 20% к сумме задолженности, больше двух лет плюс 30% к сумме задолженности. А если потребитель не платит за коммунальные 3 года и более, плюс 50% к сумме долга. Кстати, обратите внимание, что последняя норма опять-таки идет в разрезе с нормами общего законодательства, касающегося сроков исковой давности. Хотя какая разница? Ну и контрольный выстрел для тех, кто не согласился подписать договор о реструктуризации и продолжает не платить за коммунальное. Это применение к должникам таких же мер, как и к тем, кто не платит алименты на содержание детей. Возможность удерживать до 50% зарплаты, до 20% от продажи автомобиля, земельного участка и других видов доходов, запрет на управление автомобилем и выезд за пределы Украины, на самом деле, лично я не считаю все эти меры какими-то драконовскими. И возможно, мое мнение идет в разрез с мнением тех, кто хочет не платить за коммунальные услуги и при этом свободно летать в отпуск в Европу. Кстати, если это так, то, пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Меня настораживает другое. Во-первых, уже переставшее всех нас удивлять отношение запутатов к действующему законодательству Украины. В нашей стране активно разрушается принцип, задекларированный в Конституции, где сказано, что Украина является правовым государством, а не государством политической или какой-то другой целесообразности. Я о том, что парламентарии умышленно создают правовую коллизию, связанную со сроком, за который можно истребовать долг с должника. Во-вторых, потребители фактически принуждают подписать договор о реструктуризации, поскольку в противном случае им угрожают не только подачи исков в суд, но и штрафами, а также запретами на выезд за границу и свободное распоряжение своим имуществом. В-третьих, мне непонятна однобокость законопроекта, ведь если вводятся ограничения и санкции для одной стороны, логично было бы выставлять подобные жесткие условия и для другой стороны. Я говорю сейчас о коммунальных службах, которые по факту никакой ответственности за неверные расчеты в платежах не несут, а неверных расчетов, скорее всего, теперь станет больше. И об этом совсем свежий закон 2458, который сейчас находится на подписи у президента. Согласно этому закону, уже скоро на сайтах всех поставщиков коммунальных услуг появятся договора об оказании этих самых услуг потребителям. У граждан будет 30 дней на то, чтобы ознакомиться с их содержанием и принять решение, согласиться с предложенным договором или искать другого поставщика услуг. Как вы понимаете, у абсолютного большинства украинцев возможности подыскать себе альтернативного поставщика просто не существует. Поэтому публикацию таких договоров на сайтах коммунальщиков можно считать простой формальностью. Но договоры, как говорится, это еще такое. Что же настораживает, так это изменение в порядке расчетов платежей за коммунальные услуги. Во-первых, все услуги, тепло, вода, электроэнергия и прочее будут поставляться исключительно до входа в дом. А внутридомовые сети, по которым та же вода идет в квартиры, это уже головная боль самих жильцов. И за содержание этих сетей придется платить отдельно, для чего понадобится нанять управителя, который теперь и будет решать все вопросы с сетями внутри дома. На практике это означает, что если трубу с холодной водой прорвет до входа в дом, то можно смело вызывать коммунальную службу. А вот если после входа в дом, тут уже сами думай ты. Кроме того, платежки в очередной раз разделятся. Услуги отдельно, а бонплата отдельно. Все вы помните историю с тарифами на доставку газа, которые уже несколько раз повышались. Теперь успеть отследить, что, когда и насколько подорожало, будет практически невозможно. Ну и последнее. Это право коммунальщиков входить в квартиры жильцов без их согласия для отключения сетей за долги. Здесь, как говорится, без комментариев. Про Украину есть чудная песня. Три, четыре. А президент предупреждал, что всех нас ждет локдаун. И в этот раз он точно не соврал. Мы даем, я вважаю, и это очень важно, даем из моего бизнеса работать, не втрачать грудень, один из самых пребывающих месяцев года. И мы не будем обсуждать людям света, на которые все вы и все мы, скажу ли отверто, очень ждем. Как многие уже, наверное, знают, локдауну быть. И быть с нуля часов 8 января по ноль часов 25 января. А это значит, что как и христиане-католики 25 декабря, так и православные христиане успеют все-таки отпраздновать Рождество. Собираться ли в свят вечер большой компании за одним столом решать каждому из вас. Но с 8 января всем нам точно предстоят зимние каникулы. Заметили? У всех локдаун, а вот в Украине зимние каникулы. Помнится, что когда весной этого года большинство стран называли вынужденные карантинные меры жестким сценарием, то на России были объявлены, чтобы вы думали, просто выходные. Наконец, все смогли по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Не замечайте никакого сходства, но мы будем называть вещи своими именами. А потому посмотрим, что же всех нас ждет в период локдауна. Как видите, все стандартно. Дети, кроме малышей, по домам, фопы тоже. Спортом заниматься снова нельзя. Велюр и Нави работают только на вынос. Эпицентр продолжит завозить топливо, ну а метро будет работать в стандартном режиме. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, цитирую, по результатам переговоров с представителями городов и районов, решено внедрить усиленный карантин с 8 по 24 января включительно. Так называемые зимние каникулы. Ради безопасности, чтобы не допустить волну заболеваемости после новогодних праздников. То есть сегодня у нас все в полном порядке, но мы опасаемся волны заболеваемости. А почему после новогодних праздников? Это что, мертвому припарка? Уважаемый премьер-министр, вы когда-нибудь слышали о логике? А о статистике? Нет? Тогда смотрите. Это рост числа госпитализированных больных в период с начала ноября по 10 декабря. Заметьте, после закономерного спада в воскресенье и понедельник об этом шла речь в прошлом нашем выпуске, показатели резко выросли до 2993 госпитализированных в сутки. И это рекордный показатель с начала пандемии в Украине. Теперь обратите внимание на этот график. Здесь четко прослеживается рост числа госпитализированных в целом. Это желтые столбики, а также тяжелых больных, находящихся в реанимации. Это синяя линия. Еще один важный показатель это увеличение количества пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это серая линия. И это процесс закономерный, потому что Украина входит в острую фазу по развитию эпидемии внутри страны. Вы думаете, что все происходящее является неожиданным? Конечно, нет. На нас же не напали инопланетяне. Речь идет об инфекционном заболевании, которое, да, имеет свои особенности, но в целом протекает по понятным науке алгоритмам. И знание этих алгоритмов дает почву для проведения расчетов и получения достоверных прогнозов с минимальной погрежностью. И наши власти об этом знают, что видно на этом графике, где синие столбики это количество выявленных случаев ковида, а красное это число сделанных ПЦР-тестов. Я думаю, зависимость первого показателя от второго очевидна. При этом позитивность результатов тестирования с 10% летом выросла до 30-40% на данный момент. Когда-то всем нам известный человек сказал, чтобы прекратить войну, которую на территории Украины развязала и ведет Россия, нужно просто прекратить стрелять. А теперь зеленые решили, что для того, чтобы победить пандемию, нужно просто перестать тестировать. И это неудивительно. Ведь господин президент так хвалился режимом тишины на Донбассе, существующим, наверное, только в его воображении. Почему бы Шмыгалю не спасти украинцев от волны заболеваемости, которая, как он думает, только еще впереди? При этом тот же Шмыгаль считает, что разумнее сначала отпраздновать праздники по полной, а потом сделать вид, что они с чем-то там усиленно борются. Все верно, сейчас же у нас все в полном порядке. Нужен ли стране локдаун? Вполне возможно, что да. Но самое главное это научиться жить в сложившихся условиях. Поменьше паники, побольше здравого смысла. Учитывая два с половиной месяца, которые все мы с вами просидели закрытой весной, можно сделать вывод, что украинская экономика и сами люди достаточно спокойно выдержали бы два трехдневных локдауна. Притом не частичных, как сейчас предлагает Денис Шмыгаль, а полных с закрытием метро и остановкой большей части предприятий. Что для этого нужно было сделать и можно ли сделать еще? Да просто проанализировать достоверные статистические данные, выстроить нормальный прогноз, перестать играться с тестированием, от него все равно толку никакого уже нет. Обратить все внимание на пациентов, которым реально, подчеркну, реально требуется госпитализация, а не самоизоляция в Феофане. Начать нормальный диалог с предпринимателями, которые готовы поддержать любую инициативу властей, лишь бы она была разумной. И таки да, ввести локдаун и может быть как раз на празднике. Но, как говорится, маймо те еще маймо. И на этом фоне у нас новость номер три о начале вакцинации в Великобритании препаратами компании Pfizer. Она вызывает неоднозначные эмоции. С одной стороны, событие долгожданное. Ведь многим из нас так хочется верить, что с появлением вакцины все проблемы закончатся. Но эпидемиологи уже неоднократно предупреждали, что вакцинация отнюдь не панацея. И о том, как будут действовать вакцины, и насколько эффективными они окажутся во время массовой вакцинации, еще очень рано говорить. Кроме этого, лично меня удивляет и настораживает тот факт, что Великобритания в качестве приоритетных групп населения для вакцинации выбрала людей старше 80 лет. Да, эти граждане страны находятся в группе риска, несомненно. Но причиной этого является в первую очередь не возраст, а общее состояние здоровья таких людей и наличие хронических заболеваний. А ведь именно это является основным фактором, который приводит к тяжелому течению ковида и, увы, смерти. В связи с этим весьма странным выглядит тот факт, что первая в Великобритании получила прививку 90-летняя британка. И нет, это не королева Елизавета Вторая, которой, кстати, уже 94 года. Первым же мужчиной стал 81-летний житель Ворикшера с весьма оригинальным именем Уильям Шекспир. У меня возникает только один закономерный вопрос. Если в эффективности и безопасности вакцины Pfizer нет никаких сомнений, что само по себе уже сомнительно, учитывая скорость разработки, производства и выхода препарата на рынок, то почему бы первым не привить, например, активно работающего отца семейства в возрасте 50+, на иждивении которого находятся престарелые родители и малолетние дети, а в анамнезе имеются диабет и хроническое легочное заболевание. Или тех же врачей, которые находятся на передовой в борьбе за здоровье и жизнь пациентов. Но нет, почему-то в Великобритании в приоритете люди старше 80 лет, которые достаточно мало передвигаются и которым проще всего следить за карантинными ограничениями, в отличие от, скажем, работающих граждан и имеющих детей. И именно с этих людей, состояние здоровья которых из-за возраста является весьма ослабленным, почему-то решают начать вакцинацию пока еще полностью неапробированным препаратом. Ведь последствия от его применения не до конца изучены, просто в силу того, что слишком мало времени прошло с момента проведения испытаний. В связи с этим особенно странным выглядит тот факт, что в Украине из законодательства, регулирующего порядок проведения вакцинации, в случае принятия законопроекта 4142 может исчезнуть пункт о том, что перед прививкой пациент должен подписать информированное согласие. Это значит, что врач на приеме больше не будет обязан не только провести осмотр пациента, но и рассказать ему обо всех возможных побочных эффектах, нежелательных реакциях, связанных с вакцинацией. Скажите, а еще кого-то кроме меня смущает этот факт? Напишите об этом пожалуйста в комментариях. А что по многострадальным фопам спросите вы? И новость номер 4 как раз могла бы быть о них, если бы наши власти потрудились прописать наконец, кто, когда и каким образом получит те самые 8000 гривен. Пока что мы знаем только одно, что наш президент уже считает себя спасителем всего бизнеса, поскольку именно от его имени был подан закон Украины 1071. Ну вот на этом пожалуй и все. Поскольку механизма реализации озвученных президентом инициатив на данный момент просто нет. А это значит, что все то, что сказал Владимир Александрович пока только пустой звук. Впрочем, к этому мы за полтора года его президентствования уже начинаем привыкать. А что там с налоговыми проверками? Мораторий на них пока сохраняется, но правовая основа для его действия уже начинает шататься. А все дело в том, что депутаты приняли на первый взгляд ничем не примечательный закон Украины о внесении изменений в закон о государственном бюджете 2020 года номер 909, где прописали вот такую интересную норму. Фактически слуги народа в очередной раз перевернули правовую систему в Украине с ног на голову, разрешив вносить изменения в законы Украины при помощи подзаконных актов Кабинета министров. И поговаривают, что налоговики уже подготовили соответствующий проект постановления Кабмина, которым будут разрешены налоговые проверки во время карантина, даже несмотря на прямой законодательный запрет. Вот как-то так прошла эта неделя, по крайней мере на наш взгляд. BC News это не просто новости, которых достаточно на телевидении и в интернете. Это приглашение к разговору о самом важном для всех нас. Поэтому не стесняйтесь, делитесь своим мнением в комментариях. А с вами был Алексей Кравченко. Я традиционно вам желаю успехов во всех начинаниях. Удачи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин